Давайте посмотрим теперь на англоязычные сервисы, которые у нас еще работают и которые у нас остались. Это сервис Adobe Express, который раньше назывался Adobe Spark. Очень неплохой сервис. Он не похож на Canva, хотя здесь примерно все то же самое. Дизайн у него немножко другой. И достаточно сложно будет, если у вас трудности с английским языком. Но можно перевести с помощью Google Переводчика. Он поддается переводу и весьма неплохо. Здесь все очень просто. В личном кабинете регистрация нужна. Заходим, нажимаем на кнопку плюс и выбираем формат, который нам понравится. Здесь большое количество разных форматов. Есть и посты для социальных сетей, само собой, но там нет постов для контакта. Там для других социальных сетей, о котором я не должна говорить. Поэтому мы это опустим. Я взяла для примера вот этот шаблон Flyer. Это для создания разных афишек и плакатов. Здесь есть и постеры, и буклеты, и обложки для книг, и коллажа, и многое-многое другое. Давайте смотреть. У нас подсказочка есть, что Flyer предлагает бесплатный доступ для онлайн-школ. Но не все, к сожалению, в них работают. Почему-то библиотекари все время обходят стороной. И хотя библиотекари очень интенсивно работают именно с графикой, к сожалению, ни один сервис для представителей культуры никаких поблажек не дает. Это жаль. Но вот если вы к онлайн-школе относитесь, можете воспользоваться предложением. Давайте смотреть, что можно здесь создать. Итак, выбираем шаблон. Шаблонов здесь много. И очень много бесплатного на самом деле. Единственный недостаток от OpExpress – это опять-таки шрифт. Это кириллица, которая не всегда поддерживается. Здесь есть уже готовые какие-то надписи. Ну вот платных тут парочка встречается. Вот еще один затесался шрифт. Ну а так в целом набор инструментов достаточно впечатляющий. Здесь две панели инструментов. Одна справа, вторая будет слева. На втором слайде покажу левую панель. Ой, вернее, правую. Смотрим, что здесь можно. Переключаться между шаблонами можно. Если этот не понравился, можно переключиться. Кстати, шаблон я нашла по поиску. Здесь есть поиск. Я набрала, ну естественно, на английском набрала слово book. Мне выдало сразу несколько флайеров с книжками. И я вот над ними эксперименты проводила. Итак, добавляются тексты, картинки, иконки. Все это из библиотеки сервиса. Можно подгрузить свои. И для этого есть опция библиотека. Туда мы можем загружать свои картинки. Есть какие-то дизайнерские элементы. Это какие-то хитрые такие штучки интересные. Там тоже есть и платные, и бесплатные. Ну, там надо смотреть. Потому что здесь очень большая библиотека. Можно менять фон, логотипа добавлять, если необходимо. Это с одной стороны. Отсюда мы берем элементы. Это здесь в основном библиотека. А с правой стороны у нас дополнительные настройки. Выбираем цветовую гамму. Настраиваем анимацию. Анимировать можно одну картинку, либо текст. Дальше фон можно опять-таки настроить. Там разные фильтры, градиенты и тому подобное. Ну и поэкспериментировать с дизайном дополнительно. Вот каждая вкладочка открывается, и там внутри еще всевозможные возможности, которые открываются. За счет анимации мы можем создать анимированный пост, анимированный флайер, когда будет текст выплывать, картинка. Но здесь аккуратнее надо с кириллицей, с анимацией текста. Иногда после анимации текст может поплыть. Вот там сольются буквы. Ну, хотите неудачный пример, могу вам ссылочку послать, как у меня неудачно поплыл текст с этим сервисом. Если интересно, то вот, пожалуйста. Вот. Поэтому я поняла, что здесь лучше анимировать картинки, а не тексты. Вот такой вывод из всего. Хотя, может быть, если шрифт я сделала поменьше, может и получилось бы. Ну, давайте посмотрим точечные настройки. Они здесь достаточно подробные. Вот, например, текст редактируется. Шрифт, цвет, размер, его можно изгибать, менять расстояние между буквами и строчками, рамки, тени, применять контур. И даже есть возможность случайный стиль. Это вообще интересная кнопочка. Когда можно просто несколько раз сжать на эту кнопку, и всякий раз у вас будет стиль текста меняться. Вы можете так быстренько себе что-то выбрать. Нет, не настраивая вот это вот все вручную. Тоже интересный вариант. Ну, и картинка тоже настраивается очень-очень подробно. Прозрачность, поворот, обрезать, фильтры, размытие. И даже есть особые тонкие настройки, яркость, контрастность и тому подобное. Вот. Таким образом, здесь все очень хорошо устроено. Мне нравится этот сервис, сразу скажу, поэтому я о нем так тепло отзываюсь. Из англоязычных, вот, после канвы он у меня стоит на следующем месте. Так скажем. Что еще можно о нем сказать? Я уже говорила о том, что здесь возможность добавить анимацию. Вот я эту вкладочку открыла, чтобы можно было посмотреть. Все анимационные эффекты здесь бесплатные. Отдельно есть анимация текста и отдельно есть анимация картинок. В этом смысле можно не волноваться. Единственное, что здесь платное, это изменение размера. К сожалению, вы не можете вот из флайера сделать нечто другое. Да, либо ищем другой шаблон под него. Но вот перекроить этот шаблон, допустим, делать его не прямоугольным, а квадратным, к сожалению, не получится. Вот это единственная здесь платная фишка, которую я заметила. Ну и еще несколько в библиотеке там что-то будет платным. Ну, в общем и целом, здесь можно очень хорошие, интересные создать работы. Их, естественно, можно скачать, сохранить на Google диске. И есть хорошая возможность организовать совместную работу. Может быть, это не так актуально для картинок, но опция такая есть, вы можете пригласить соавторов. Они тоже зарегистрируются в сервисе, и вы можете совместно какой-то общий дизайн мастерить внутри этого сервиса. Вот так у меня получилось. Раньше этот сервис был с водяным знаком. Вот здесь в правом углу была такая рамочка, и было написано «Добспарк». Сейчас они избавились от водяных знаков, и сейчас их нет, как мы видим. Это я взяла готовые шаблоны и просто внутрь накидала какое-то содержимое. Достаточно быстро получилось. Естественно, шрифт, к сожалению, тут не самый креативный, но зато разные красивости тут немножко это маскируют. В общем и целом. Так что очень даже неплохой сервис. Он был раньше доступен на мобильных устройствах тоже, но, насколько я поняла, сейчас ничего скачивать и устанавливать нельзя на мобильнике. Но зато в браузерной версии он до сих пор работает, его можно использовать. Давайте еще посмотрим на него с точки зрения коллажей. Здесь есть отдельные шаблоны для коллажей. Здесь точно такой же конструктор. Разберемся один раз, и потом станет проще. Выбираем шаблон. Их тут не так много, но можно что-то выбрать интересное. Внутри шаблона можно настроить каждую картинку, и самое интересное, его можно тоже анимировать. Эти картинки могут двигаться. Для этого есть опция анимации. Вот она. Ну и точно так же его можно скачать в формате MP4, если он анимированный. А если это обычная картинка, то как картинку и скачиваем. Такая тоже интересная история с ним есть. Но это я только парочку взяла. Там на самом деле достаточно много разных шаблонов. Есть шаблоны, специально предназначенные для печати постера, например. Это в хорошем разрешении, в хорошем качестве. Вы можете сразу выдать его на печать и на какой-нибудь выставке там его разместить. Так что, может быть, он и не как канва, но, по крайней мере, у него очень хорошие возможности существуют. Ну, коллажик у меня получился вот такой. Вот, это я его делала раньше, вот этот водяной знак. Сейчас его уже не будет. И еще, Adobe Spark позволяет создавать видеоролики в формате слайд-шоу, которые можно тоже скачивать на компьютер. Здесь дизайн очень минималистичный, но зато это слайд-шоу можно озвучить, добавить музыку и даже записать голосовую озвучку. Можно взять шаблоны. Есть несколько шаблончиков для создания слайд-шоу. Вот, например, такой. На каждом слайде даже подписано, что сюда нужно загружать. Ну, а посредине каждого слайд-шоу кнопочка, которая показывает, что можно добавлять разные элементы. Ведем маленькие тексты, фотографии, иконки. Есть небольшая библиотека элементов, здесь есть небольшая библиотека фотографий, иконок. Ну, естественно, все это можно загрузить через кнопочку загрузки сюда, внутрь этого сервиса. Вот с этой, с правой стороны, есть возможности выбрать подложку. Ну, вот, layout. Вот как будет выглядеть, выбираем. Каждый слайд можно отдельно настроить. Это шаблоны для оформления. Тему выбрать, цветовую гамму, например. Поменять размер. Вот это прямоугольное видео, горизонтальное. Можно его делать квадратным, например. Ну, и музыкальное сопровождение здесь тоже присутствует. Библиотека музыки, ее можно вставить. Здесь все делается просто. Кнопочка плюс, выбираем элемент, затягиваем его на слайд. Если нужно, озвучиваем голосом. Работает очень просто. На кнопку нажимаем, говорим микрофон. Отжимаем кнопку, тут же все это сохранилось. Ну, а это настройка переходов между слайдами, сколько каждый слайд будет длиться в секундах. Ну, и переходим к следующему слайду. Вот так можно создавать очень быстро и просто это слайд-шоу. Ну, вот музыка, например. Здесь большая библиотека, здесь все рассортировано даже. Счастливая музыка, игривая музыка и тому подобное. Можно поискать по категориям и загрузить свою, если необходимо. Ну, и скачивается это все точно так же в формате MP4, в хорошем качестве, сейчас покажу ссылочкой. И есть возможность пригласить соавторов, так же, как и в предыдущем варианте. Слайд-шоу, конечно, получается очень простенькое, но иногда, когда нужно действительно быстро и просто, то это выход. Вот, пожалуйста, я его просто на YouTube загрузила, а так оно у вас на компьютере сохранится, и вы можете его и в социальную сеть пристроить, и на сайт, и в блог, и куда угодно.